Телефон сегодня это не просто средство общения, он все чаще становится площадкой для несанкционированной рекламной смс-рассылки. Наиболее реальные рекламодатели, как правило, забывают заручиться нашим информированным согласием. Вы по какому-то вопросу почему не санкционировали? Я на мой телефон личный. Приходят ваши смски в ассортименте. Размеренную жизнь конторы, которая протягивает руку помощи, жаждущим прокредитоваться, нарушил приезд нашей съемочной группы. Мы интересуемся, откуда компания берет данные для своих смс-атак. Мне хотелось бы понять, где я конкретно вам дала информационное согласие. Я вам покажу базу, откуда мы берем номера телефона. Но в итоге преисполненная оптимизма менеджер правильной версии ответа так и не находит. Так, я не полномочен, отвечаю. А кто полномочен? Директор, руководитель. Имя, фамилия, общий. Федеральный закон о защите персональных данных еще только нарабатывает правоприменительную практику. Поэтому первый резонный вопрос адресуем на его счет. Сам по себе сотовый телефон, то есть набор цифр, без привязки к другим персональным данным, то есть фамилиями отчества прежде всего, персональными данными не является. Но даже если речь заходит о нарушении этикета обработки и использования персональных данных, административная кара за это смехотворна. На юридическое лицо всего от 5 до 10 тысяч рублей. Гораздо более увесисто выглядят санкции за игнорирование закона о рекламе. От 100 до 500 тысяч рублей. Если реклама-распространитель направляет смс сообщения без должного разрешения обладателя телефона, то, соответственно, этим он нарушает статью 18 федерального закона о рекламе. Понимая, что дубина в сотни тысяч может покалечить любой бизнес, наши оппоненты все больше ссылаются на происки конкурентов. Мы уже с вас сообщались, писали письмо, ответ на запрос. Мы не занимаемся. Наши конкуренты так таковые могут взять всю нашу информацию, нашу свободную доступ. Но искать этих летучих конкурентных голландцев все равно, что отправляться за ветром в поле. Хочется понять, кто тогда, если не вы, этим занимается. Мне тоже приходят, и я даже не звоню, я не обращаю на голову. В итоге кто-то идет в полный отказ, уверяя, что рекламный спам – это не их корпоративный почерк. У нас есть множество видов рекламы. Это нанимаем промоутеров, раздача визиток, флайеров. В интернете есть реклама. На радио, на телевидении смс-рассылками не занимаемся. У специалистов в сфере мобильного маркетинга водораздел между белой и черной базами связан с понятиями спам или не спам-рассылки. Совершенно осознанно вы предоставляете разрешение на работу с вашими персональными данными, если… Вы заполняете визирующую форму, предоставляете свои данные на обработку, на хранение компании при участии в программах лояльности. Когда вы регистрируете аккаунт в социальных сетях, используете электронные терминалы, заходите на форумы, сайты знакомств, используете интернет-площадки, предоставляющие контент и при этом принимаете дополнительное соглашение, указывая номер своего мобильного телефона… Вы неосознанно предоставляете свои персональные данные на обработку и хранение. Эта неосознанная форма является совершенно легальной. Существуют и другие способы массовых рассылок. Довольно часто потребитель невнимательно читает проект договора с оператором связи в каких-то местах продажи. Затем, получая смс-рассылку, он считает, что здесь есть нарушение законодательства и рекламы. Вообще закон говорит о том, что согласие должно быть осознанным, информированным. И обязанность по доказыванию этого факта, что согласие было получено именно таким способом, лежит на операторе. Каким образом на рынок попадают черные базы данных, можно только догадываться. К примеру… Если вы знаете префиксы сотовых операторов, знаете их код, то с помощью генерации, либо получения каким-то образом в официальном доступе этих номеров формируется черная база, которая сливается, потом, соответственно, продается. Вопрос, можно ли бороться с этим неизбежным злом зависимости от электронных девайсов, звучит наивно только на первый взгляд. Ведь если задаться целью, всегда можно полюбопытствовать наличием вашего информированного согласия.